Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это новости Prehistoric Kingdom. Итак, это второй выпуск, и я знаю, что первый вам очень понравился, ведь многие из вас, как и я, слежу за данным проектом. Ну а перед началом советую вам подписаться на единственную в русском юнити группу ВКонтакте, посвященной этой игре Prehistoric Kingdom. Самые актуальные и свежие новости вы найдете только там. Все ссылки я оставлю в описании. Также, если у вас будут какие-либо вопросы по игре, можете смело обращаться к тамошнему администратору. В общем, сегодня мы поговорим о грядущем обновлении этого месяца. Подчеркнем важное, а остальное я очень советую вам почитать в группе ВКонтакте. Обязательно, прямо сейчас подпишись. Короче, обновление 11 выходит в конце этого месяца. В нем будет добавлено два новых вида животных в игру, один из которых Ли Эленозавр. Вот что говорят разработчики по этому поводу. Поскольку южные части Австралии были расположены за южным полярным кругом в раннем меловом периоде, возможно, что солнечный свет был сильно изменчивым, поскольку это животное может неделями обходиться без солнечного света. Мы решили подчеркнуть различные уровни устойчивости к холоду у Ли Эленозавра. Из-за разной длины оперения на каждой коже. В отличие от других маленьких травоядных динозавров в доисторическом королевстве, у этих довольно устрашающих зубной ряд. Также еще один вид животного, вот этот скриншот, остается в тайне. Кто это может быть? Прежде чем у вас начнут появляться догадки, они говорят, что это не терапот. Короче, пишите в комментариях, что думаете об этом. Итак, также к обновлению 11 готовят новые реплики с Найджелом Марвеном для старых видов животных, а также новые отдельные реплики для животных в статусе «Альтернативный вид». Для тех, кто не понял, кто это, это дядька, который постоянно трендит вам что-то поверх экрана. Кроме того, каждый вид получит отдельную иконку в меню раскопки. А также на информационных стендах, например, на данный момент по дефолту, один из видов пситокозавра мог подойти по три альтернативных вида пситака в разных вольерах или в одном. В будущем в лаборатории будет значительно переработан этот интерфейс, чтобы лучше адаптироваться к этим изменениям, так что следим за новостями. В обновлении 11 начнут внедрять персонал в игру, а также взаимодействие с ними. Ранее они уже говорили о утвержденном составе и разновидностях рабочих в парке в раннем доступе игры. В обновлении будут добавлены только Смотритель и Дворник, это пока что, потому что они наиболее важны на данном этапе разработки. Остальные типы рабочих будут добавляться по мере того, как их механики будут становиться актуальнее и игра будет нуждаться в их работе. Давайте рассмотрим, что они из себя будут представлять. Смотритель пополняет запасы кормушек и дополнительных вкусняшек животным, очищает места обитания и доставляет навоз в компостные кучи, следит за порядком и поведением животных в вольерах. Дворник чистит туалеты, собирает мусор по парку и выносит мусор в мусорные контейнеры. В обновлении 11 также разработчики планируют сильно расширить возможности экономики, которые будут влиять на успех вашего парка. Ведь каждая ваша ошибка, как руководителя, будет приближать всю экономическую империю к раху. Когда вы начнете строить свой парк в обновлении 11, вы заметите, что кормушки для животных и киоски для гостей теперь пустые. Для того, чтобы они начали работу и приносили прибыль, вам будет необходимо выбрать соответствующих людей из персонала для работы с ними. С этого момента начинается ваш логистический игровой процесс. Чтобы доставить ресурсы в зоопарк игрокам, сначала нужно будет построить погрузочную площадку. При первом размещении игроки получат немедленную партию товаров, которые помогут запустить парк. После этого ваша погрузочная площадка будет продолжать импортировать гостевые блюда, товары и небольшое количество корма для животных каждые 15 минут. Но точно время еще не пределено. С помощью фургона. Игроки могут приобрести до двух дополнительных фургонов для своей погрузочной площадки, чтобы ускорить время доставки или разместить дополнительные погрузочные станции по всему парку, если им нужно больше грузов. Как только ресурсы будут доставлены, игрокам понадобится персонал, чтобы перевозить их по парку. Дворники могут переносить еду и товары в гостевые помещения, в то время как смотрители нужны для наполнения кормушек кормом для животных. Нанимать рабочий персонал можно будет, построив центр персонала. Работы над детенышами и плавным ростом животных продолжаются, так что речь идет не просто об индивидуальности конкретного животного, а уже об его индивидуальности на протяжении этапов развития всей его жизни. На заднем фоне первого кадра вы можете заметить подростка тираннозавра. Это лишь пока примерный взгляд на то, как могут выглядеть детеныши к моменту выхода, вероятно, пропорции головы и тела будут отредактированы. Как упоминалось ранее, все детские скины предназначены для того, чтобы подходить к их взрослой окраске, независимо от того, какая кожа была выбрана. В случае с тираннозавром это означает, что все тираннозавры начинали как пернатые младенцы и либо теряли перья в процессе взросления, либо сохраняли их. Нам, в принципе, как говорят разработчики, не терпится поделиться с новыми взглядами на онтогенез в будущем. На втором кадре немного подросший уже детеныш, учитывая, что рост у животных будет плавным и самостоятельным. На первых этапах, возможно, конечности будут выглядеть немного некорректно. Это связано с тем, что не у всех животных имеются абсолютно все найденные скелеты на различных этапах развития. Однако они продолжат сглаживать это, чтобы в конечном итоге подойти к наиболее натуральному и динамичному итогу. Ну а теперь представьте себе, если у вас есть несколько вольеров, парк расширяется, но вместе с ним растут и расстояния между вашей погрузочной площадкой и другими местами парка. Вашим рабочим все тяжелее доставлять товар к местам назначения. Так что же надо будет делать? Придет время представить несколько модулей хранилища товаров и хранилища продуктов. Эти склады будут малыми и большими, что позволит персоналу по логистике перемещать запасы с погрузочной площадки в соответствующие складские помещения. Также это означает, что если кормушка в вольере нуждается в пополнении или вашему ресторану нужно больше еды, персонал может просто отправиться к ближайшему складскому модулю, в котором есть все необходимое, вместо того, чтобы идти пешком обратно через весь парк на погрузочную площадку. Планируется, что эти склады будут иметь несколько основных опций пользовательского интерфейса, которые будут диктовать, как они должны быть заполнены. Например, запрет на доставку фруктов в этот модуль хранения продуктов. Но разработчики стремятся сделать их более контекстуальными. Поэтому на продуктовую станцию рядом с кормушкой для мяса, естественно, будет добавлено больше мяса, чем на продуктовую станцию, которая находится рядом с загоном для травоядных. В общем, больше экономических возможностей в обновлении 11. Тяжело, но интересно. Когда животные едят, они в конце концов извергают это обратно. Но вы поняли о чем, да? Не имея места для сброса навоза, смотрители не могут убираться в вольерах. А вот почему теперь нужно будет инвестировать в пару зданий компостной кучи. После уборки навозных куч, смотрители транспортируют экскременты из места обитания в ближайшую компостную кучу после доставки. Накопленные экскременты со временем превратятся в компост, ресурс, который станет бесценным для приготовления, собственно, корма для животных. Этот модуль может оказать довольно негативное влияние, конечно, на эстетику парка, поэтому наравне со зданиями промышленностями и технической работой парка, здания переработки компоста также необходимо скрыть подальше, постараться в будущем, да, скрыть подальше от взгляд гостей, спрятать за другими зданиями и стенами или отгородить вообще, высадив деревьями. Глядя на все то, что разработчики, в принципе, анонсировали ранее в этом месяце, вот краткая схема круговорота экономики в парке на момент обновления 11, напоминаю, да, выходит уже в конце этого месяца. Также стоит отметить, что кассиры не смогут брать на себя работу уборщиков, как предполагалось ранее, для взаимной помощи друг другу. Это потенциально сделало бы роль персонала в игре гораздо более четкой и должно сделать более очевидной, когда что-то в парке не работает, но на их взгляд это не такое уж большое изменение, но достаточно заметное. В общем, пальчик вверх, подписка на канал, жми колокольчик, бац его прямо сейчас, а все самое остальное и сочное, что я не рассказал в этом ролике, вы можете прочитать в группе ВКонтакте. Все ссылочки в описании, обязательно подпишись. В общем, ну, ждем обновления 11 и обязательно проведем стримчик. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин